и здравствуйте мои дорогие ребята сегодня в очередной выпуск моих вот таких видео ответов на ваши замечательные вопросы мы поговорим о донорстве а именно вопрос от артура рнира алексей расскажи о донорстве крови а конкретно как это влияет на организм спортсмена активного человека прекрасный вопрос артур огромное вам спасибо ребята если вы еще не задали свой вопрос обязательно делайте это под этим видео в комментарии ну и конечно надеюсь на подписку вашу на канал и на лайк этому видео поехали разбирать и как всегда призываю вас присоединяйтесь в ряды пг-марафонцев что такое пг-марафон под моим видением ссылка будет здесь следующий пг-марафон стартует уже 22 июля поэтому обязательно отправляйте заявку на участие как это сделать в описании под этим видео а мы поехали разбираться с вопросом артура вперед артур дорогой мы во первых огромное вам спасибо обалденный вопрос и очень оригинальный донорство крови это в первую очередь когда вы спрашиваете как это влияет это в первую очередь влияет обалденно на вашу карму огромное вам спасибо за то что вы даже задаете этот вопрос это действительно благое дело не важно чем вы мотивируетесь помощью ближнему либо же помощью тех кто нуждается например после какого-то стихийного бедствия либо же вы сдаете кровь за деньги не имеет значения вы отдаете свое самое кровное это слово здесь является как нельзя кстати я на все сто процентов поддерживаю вас в этом начинании вставайте и будьте здоровы а то как быть здоровым как следить за восстановлением функции вашего организма после факта сдачи сейчас мы поговорим самое важное зачем вы должны следить это за чистотой и качеством своей диеты вы должны обеспечить ваш организм всеми строительными элементами из которых он уже будет образовывать вашу же кровь и обязательно следить за уровнем железа иногда железо показывают в форме таблеток я же рекомендую если вы сдали не слишком большой объем крови пожалуйста старайтесь обеспечить вашу кровотворную функцию старайтесь обеспечивать ваш костный мозг а именно костный мозг отвечает за сохранение единой формы и размера ваших красных кровяных телец старайтесь обеспечить ваш организм всеми строительными элементами из продуктов питания и здесь критически важно следить за чистотой вашей диеты вам необходимо достаточное количество железа конечно красное мясо а обязательно гранатовый сок а свежевыжатый ни в коем случае не пастеризованы все продукты по правилам палеодиеты и это здесь не просто сказано для функции похудения вам нужно как можно чище дать организму ингредиенты из которых он будет образовывать вашу кровь если вы дадите ему какой-то шлак извините за выражение так и будет построена мы это то что мы едим никаких тренировках речи не должно идти течение недели после сдачи потому что функция кровообразующие требует времени вы должны давать вашему организму время восстановиться любая тренировка это стресс а факт сдачи крови это огромный стресс потому что падает кровяное давление падает количество глюкозы которая ваш организм способен транспортировать и самое важное падает ваша защитная функция сопротивление стрессом и количество кислорода который он переносит потому что ваша кровь является главным транспортным хабом всех питательных элементов и имея ее недостаток вы естественно будете очень слабо сопротивляться стрессом восстанавливаться после физических нагрузок и вообще ваша выносливость будет очень низкой поэтому вы сначала концентрируясь на факте восстановления и давая качественные чистые здоровые прекрасные продукты организму для восстановления вашего уровня нормы крови вы обновите вашу систему поэтому я так и поддерживаю эту идею обновляйте вашу кровь ведь это то чем а человечество занимается тысячи тысячи лет кровопускание пиявки все эти истории связанные с обновлением функции организма ваша печень создавая новые объемы кровяные ваши опять же костный мозг заставляя все это работать вы обновляете свой организм и один из самых потрясающих эффектов которые человеческий организм получает при обновлении кровеносных объемов это повышенный в разы иммунитет ведь почему вы думаете так популярным было кровопускание в темные века а в наше время мы получаем все замечательные бонусы повышения нашего иммунитета обновление нашего организма путем сдачи крови то есть делая такое благое дело вы получаете еще и огромный бонус для вашего организма артура огромное вам спасибо за этот замечательный вопрос ребята обязательно продолжайте писать вот такие прекрасные вопросы они являются основой вот этих ежедневных видео ответов спасибо вам огромное друзья мои а мы тем временем продолжаем двигаться только вперед